Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше завод. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод, кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь с нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. Торговый дом Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. В Кирове 1306 начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей. Говорю здравствуйте к гостю нашей студии. Сергей Мамаев, депутат Законодательного собрания. Больше того, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании. Первый секретарь Кировского обкома КПРФ. И советник Геннадия Зюганова. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну понятно, о чём мы будем говорить. Да, у нас на повестке митинги против пенсионной реформы, которые прошли в минувшие выходные во всех, наверное, регионах России. Прошли они и в Кирове, и в районах Кировской области. Только в Кирове, насколько я помню, акция была в четверг. 26 числа. А в районах области в субботу. Хорошо. Есть ещё одна тема на повестке. Это предстоящие выборы в Законодательное собрание до выборы и в Городскую думу. Ну и ситуация в районах области. Это уже мы так, как бы, по ходу дела, наверное, будем обращаться к каким-то вопросам. На нашем сайте хакирова.ру через форум анонсов можно задавать вопросы гостю. Один вопрос уже есть, как раз ситуация в районах касается, но к этому чуть-чуть попозже. Я напоминаю слушателям, что, опять же, на сайте хакирова.ру вы можете слушать, смотреть наши программы, наши эфиры с нашими замечательными гостями. И через непродолжительное время после эфиров там появляются расшифровки. То есть теперь наши программы можно не только слушать и смотреть, но и читать. Пожалуйста, пользуйтесь. Итак, митинги против пенсионной реформы так называемой. Власти не любят это словосочетание, насколько я понимаю, власти официальные. В Кирове прошел в четверг вы специально, вы, это КПРФ, были организаторами специально, я так понимаю, переносили с субботы на четверг, чтобы было больше возможности привлечь людей. Как оцениваете количество участников? СМИ сообщает, что было от 100 до 200 человек, я видела. Вы говорите, что цифра больше. Да, цифра больше, мы оцениваем сегодня порядка 500 человек, может даже и больше 500 человек, народ пришел. Но дело в том, что ситуация, как говорится, с местом проведения вот этих публичных мероприятий, она не выдерживает никакой критики. Это сегодня парк у памятника Степана Халтурина. В общем-то туда и подъезд людей, и в то же время пешим проходить очень далеко и сложно. Во-первых. Во-вторых, там эта площадь, она не обустроена для публичных мероприятий. В принципе, у нас есть центральная площадь, на которую люди приходят, и которая, так сказать, сегодня уже обозначена для всех, для публичных мероприятий. А на театральной площади разве можно проводить какие-то политические мероприятия? Я, насколько помню, какие-то вводились запреты. Ну, вводились запрет, но сегодня там проводят мероприятия, проводят различные вывеселительные мероприятия. Тем не менее, сегодня закон немножко и противоречит тому, что данную площадь изолировали. Сергей Павлинович, я прошу прощения, я правильно понимаю, вы говорите, что если бы митинги протестные проходили на театральной площади, их участников было бы больше. Гораздо больше было. Это безусловно. Безусловно, вы, Анна, правы. Дело в том, что и там неплохо пришли люди. Сегодня протест прошел по всей области. 28-го во всех районах прошли пикеты, митинги. И в общей сложности на территории Кировской области протестовало 12 тысяч человек. Это тех физических лиц, которые, по сути дела, пришли на наши мероприятия. Вот Сергей Павлинович... Надо понять все-таки, кто эти люди. То есть возраст и, может быть, статус общественный. Это пенсионеры или это работающие? Пенсионеры и работающие пришли. В основном работающие пришли, потому что многие уже поняли, что данная реформа... Просто многие не доживут до, так сказать, до пенсионного возраста, с учетом того, что средняя продолжительность жизни на территории Кировской области в прошлом году, это было зафиксировано 59 лет. Поэтому 36 регионов Российской Федерации имеют такую, так сказать, среднюю продолжительность жизни. И с учетом того, что каждый месяц, даже не год уже, а месяц сокращаются на, по сути дела, рабочие места, как шагрения кожи сжимаются на территории Кировской области. Поэтому где и как заработать пенсию сегодня очень сложно. Многие занимаются отхожим, так называемым, промыслом, то есть ездят на вахты. Это мы о районах, прежде всего, да, говорим? Да, это в основном районы, и в том числе на территории города Кирова. Потому что с учетом, я еще раз говорю, рабочих мест и нехватки этих рабочих мест, как говорится, люди, чтобы выжить, семью как-то, так сказать, прокормить и содержать, то вынуждены заниматься отхожим промыслом, как его называли, так сказать, исторически, вот эти, так сказать, действия людей, когда уезжали с территории, искали работу и, в общем-то, возвращались через определенный промежуток времени с зарплатой. Поэтому сегодня территория наша пустеет с вами, миграция населения очень большая. Если взять даже в разрезе Российской Федерации, то то же самое для того, чтобы государство было развивалось и было более по всем статистическим данным и, по сути дела, по всем, как говорят, законам и канонам, на территории Российской Федерации должно быть население 200 миллионов человек. Тогда это государство. Тогда это обраноспособность. Его, так сказать, будет обеспечено всегда тогда, когда оно будет развиваться, то есть промышленность, сельское хозяйство и так далее. То есть внутренняя политика, она должна сегодня проходить на населении, на тех людей, которые проживают в данном государстве. А у нас все происходит наоборот. С учетом вот этой пенсионной реформы, то я еще раз говорю, это с моей точки зрения. Это геноцид, собственно, народа. Я никогда, нигде не видел, чтобы так сказать так и в истории российской нашей с вами, чтобы так унизили женщин. То есть поднимает пенсионный возраст на 8 лет. Но мы понимаем, да, что женщины в возрасте 50 плюс, это уже во многом бабушки, да? Безусловно. Которые сидят с внуками, помогают детям своим. Да, совершенно правильно. И у многих еще пожилые родители живут в этот момент, и за ними надо ухаживать. Но если бы я понимал, увеличение пенсионного возраста, но в то же время и увеличение пенсий самих, но ведь они у нас, пенсии на территории Российской Федерации, они, по сути дела, фиксированы. То есть самая высокая пенсия, это 16 тысяч. Ну вот смотрите, мы в пятницу, по-моему, в позапрошлую с Николаем Голиковым считали, как раз он тот человек, который, видимо, на год позже будет выходить, если примут законопроект. Пообещали, что примерно на тысячу рублей в месяц вырастет пенсия. То есть на 12 тысяч рублей в год человек получит больше за год, а потеряет, получается, 120 где-то минимум. Безусловно, очень правильно вы говорите. Не очень понятно, в чем плюс пенсионной реформы даже для пенсионеров. Вы правы, тут никакого плюса нет, одни минусы. Я еще раз говорю, по данной пенсионной реформе, если страна развивалась, и в советское время установили вот эту градацию возрастную, 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то даже физиологически все было просчитано. Поэтому и средняя продолжительность жизни была 70 с лишним лет, под 80 подходила. Перед 90-х годами, когда, в общем-то, вот это все, что произошло с нашим государством, и перешли социалистического пути развития на капиталистический, с учетом этого и сегодня режут по лекалам Запада все социальные гарантии, которые, в общем-то, были на территории нашего государства. Но я считаю это абсурдом, я считаю, что это просто негативно влияет сегодня на политическую атмосферу на территории Кировской области в целом и в целом на территории Российской Федерации. Вот, Сергей Павлович, давайте так, о репутационных издержках, так скажем, для власти действующей мы поговорим после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM Сергей Мамаев в нашей студии, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании, первый секретарь Кировского обкома КПРФ. Мы продолжаем. Ну вот смотрите, пенсионная реформа, уже столько критики было, уже митингов столько было, да, люди выходят, люди выходят пока на санкционированные, разрешенные законом акции, да, и ведут себя там достаточно воспитанно, вежливо, не громят ничего и прочее. Вот дай бог, чтобы все это не переросло в какой-то стихийный протест. Я так понимаю, что никто из нас этого не хочет, разумеется. Безусловно, Анна, никто не хочет, но прогноз такой, что они будут, люди, выходить тогда, когда почувствуют на своей, как говорят народы, собственной шкуре вот этот закон, когда начнется его реализация, тогда не установить эту, будет, так сказать, протестную массу, которая, по сути дела, сегодня митингует на кухне. Вот смотрите, вы сказали, когда начнется его реализация. Все-таки когда начнется или если начнется? Вот в КПРФ в целом, как оценивают перспективы прохождения этого законопроекта через второе чтение? Ну, сегодня перспективы прохождения этого закона, если взять, а кто принимает закон, в первую очередь, Государственная Дума и 450 депутатов, большинство сегодня у Единой России, они проголосовали в первом чтении, без всяких, так сказать, поправок. Сейчас чисто теоретически, да, чисто теоретически, чтобы смягчить как-то ситуацию, они сегодня, так сказать, пытаются, в общем-то, принять поправки в данный закон, как говорится, они их принимают, но будут голосовать за тот закон, который сегодня есть. Вот я больше чем убежден. Сергей Павлович, все-таки это важно. Если мы понимаем, что большинство в Государственной Думе у Единой России, и Единая Россия тот законопроект, который захочет и может принять, да, большинством голосов, то мы должны понимать, что оппозиционные фракции, которые выступают против законопроекта, вот весь этот расклад учитывая, ну, должны каким-то образом хотя бы пользоваться возможностью внести поправки. Вот КПРФ на таких поправках будет настаивать. Настаивать вообще не принимать до этой самой градации возраста именно по данному законопроекту. То есть они, наша фракция, по сути дела, выходит с альтернативным законопроектом, но коли уж этот рассматривается в первом чтении, то поправки, естественно, это самое, внесены и будут отставить наши депутаты в Государственной Думе. Но в то же время, ведь сегодня протест это в законодательном плане закон о шестиях, митингах, демонстрациях и референдумах. Он гласит о чем? Тем не менее, наша партия сегодня объявила желание, не желание, а стремление провести референдум, потому что этот вопрос касается каждого жителя. Центральная избирательная комиссия вам буквально пару дней назад отказала из-за того, что был неверно сформулирован вопрос. Это система, это система сегодня в управлении, Анечка. С учетом того, что отказывают, они понимают, что данный закон с учетом статистических данных и внутренней обстановки все равно это докладывают каждый день. Мы понимаем, каким будет результат референдума, и ЦИК тоже понимает. Безусловно, они затаскивают этот вопрос, но мы настоятельно там буквально, так сказать, прицепились к тем предложениям, которые мы сформулировали для проведения референдума. Ну, сейчас поправим этот вопрос, но я убежден, что этот референдум они нам не дадут провести с учетом тех проволочек, которые в законодательстве имеют место быть. А для этого мы собираем подписи. Так, подписи на митингах собираете, и не только. В Кировской области уже инициировать референдум, естественно, и плюс мы против сегодня данного законопроекта, людоедского законопроекта, с моей точки зрения. А эти подписи – это выражение сегодня народа. Сколько их? И они уже на территории Кировской области собрано 34 тысячи подписей. 34 тысячи у нас? Это, конечно, не так много, но за определенный промежуток времени не так мало. Это, во-первых. Во-вторых, ведь эти подписи, если взять и посмотреть сегодня, и я обязательно буду на поленуме по данному вопросу, и задам вопрос и приглашу своих товарищей для того, чтобы у нас Конституция должна соблюдаться на территории Российской Федерации. Если взять статью третью Конституции Российской Федерации, кто основным источником власти на территории Российской Федерации является? Многонациональный народ. Понимаете? А он осуществляет свою власть через исполнительные законодательные органы власти. Вот я вам процитил третью статью Конституции Российской Федерации. Вот то, что мы проводим митинги, это сегодня, по сути дела, власть. Власть, которая рекомендует и которая против тех решений исполнительной законодательной власти. То есть мы делаем резолюцию, так называемый нормативно-правовой документ, за которую голосуют те люди, которые, в общем-то, приходят на митинг. И это мирный путь, так сказать, остановки вот тех, я бы так сказал, вот таких вот непопулистских мер, которые, это мягко сказано, которые сегодня предлагает правительство Российской Федерации, ну и с молчаливо согласие президента. Вот, Сергей Павлович, смотрите, какая история. Митинги прошли по всей стране. В Москве было больше 10 тысяч человек, в Екатеринбурге было больше 10 тысяч человек, в крупных городах, там от 2 до 3 тысяч, ну я вот сейчас имею в виду, там Новосибирск прежде всего, ну понятно, в Сибири на Урале всегда поактивнее народ выходит, да. Федеральные каналы о них не рассказывают, об этих акциях. Или рассказывают очень коротко, там вот буквально сделали коллеги замеры, где-то 30 секунд, где-то 20 секунд было посвящено. Понятно, что никаких лозунгов протестных не показали. И прочее, и прочее, и прочее. Люди, которые выходят или думают выйти или не выйти, они просто, мне кажется, не видят смысла в том, чтобы выходить на эти митинги, потому что ни на что не повлияли. Нет, но это пропаганда сегодня, это официальная власть с учетом того, что если они покажут реалии, то вот страна просто-напросто выйдет, как говорится, вся. Если бы они показывали. Они же не хотят. Они не хотят дестабилизации. Но тем самым, с моей точки зрения, сегодня они ведут к этой дестабилизации внутри страны. То есть пар надо выпускать. У русского народа есть такое, сказать, очень хорошее выражение. Запретный плод сладок, правильно? Пусть запрещают. Но мы сегодня через свои средства массовой информации, которые у нас есть, конечно, они очень слабенькие, прямо скажу, в эфир, но мы стараемся донести до людей. И каждый простой человек сегодня ищет, как говорится, ту новость, которую ему сегодня надо, и которая его интересует. Если интересует сегодня на повестке дня пенсионная реформа, то ее ищут. И они не смогут замолчать это дело с учетом того, что власть неправильно себя ведет. Мы ее просто предупреждаем вот этими, так сказать, митинами. Наоборот. Когда власть сегодня хочет что-то сделать положительно, иди в народ. Иди на эти митинги. Выступай. Помните? Вы, наверное, помните, когда пришел... Вот, по-моему, в Екатеринбурге пришел как раз, да, депутат. В Екатеринбурге, да. В Иркутске пришел, в Новосибирске пришел. Но там наши руководители, по сути дела, коммунисты, с партбилетом в Орлове пришел. Нет. Как говорится, губернатор на акции протеста выступил и сказал, они тем самым сегодня, по сути дела, в какой-то степени сдерживают население от тех беспорядков, о которых мы с вами, Анечка, говорили выше. Но мы ведь сегодня не хотим беспорядков и крови на территории, так сказать, нашей родной страны, правильно? Все должно быть по закону, все должно быть мирно. Но власть-то должна быть грамотной, Анечка. А она не грамотная, она просто безграмотная. Ее дали, так сказать, по вертикали. Вы там все запретите и так далее. Хорошо. Сергей Павлович, вот давайте. Вот перспективы... Но ведь у нас есть выход, я просто это самое договорю, Анечка. Да, давайте. У нас есть выход. Мы можем сегодня объявить бессрочную забастовку, как говорится, на территории всей Российской Федерации. Мы политическая сила, которая показала на последних президентских выборах, единственная партия осталась на стороне народа и которая участвовала в выборах президента Российской Федерации. Подождите, вот давайте вы сейчас более подробно все-таки расскажете, что такое бессрочная забастовка, как это будет выглядеть и на что распространиться. То есть сторонники партии КПРФ на работу выходить не будут или что? Почему сторонники партии КПРФ? Что такое бессрочная забастовка? Там и много вариантов. Это не только сторонники партии КПРФ, но каждый гражданин, который сегодня проживает, он должен подзадумываться над своим будущим. Сергей Павлович, как это будет выглядеть? Давайте, вот бессрочная забастовка. Но ведь люди-то будут, так сказать, меняться. Ведь они не просто одни и те же люди будут, так сказать, присутствовать на этих митингах. То есть люди, те, которые даже не знали про наш митинг, они увидят то, что мы сегодня протестуем. Они вот сами подходят, сейчас берут подписные листы, как говорится, и особенно это средний возраст. К нам в обком, подходит в нашу приемную, это Владимира Ивановича Кашина, подходит это на Дериндея 23 и на Орловскую 52. Подходят, идут звонки, спрашивают, где, когда у вас будут, какие мероприятия. Такого шквала. Вот этот закон, он очень это самое сильно подтолкнул людей к тому беспределу и той ваханалии, которая сегодня есть в нашей с вами стране. То есть я еще раз подчеркиваю, нет рабочих мест, молодой человек не видит перспективы. То есть нет, он не сможет создать семью, не может воспитывать детей и так далее. Если не будет работы, то ты как будешь сегодня, так сказать, содержать семью? Пришел ты устраиваться на работу, а там сидит пенсионер потенциальный. А то, что сегодня ведь власть еще пытается, профсоюзы, это моя точка зрения, у нас с вами и передача называется «Особое мнение». Еще раз хочу подчеркнуть, вот профсоюзы, я не знаю сегодня ни одного примера, что где-то один какой-то профсоюз отстоял того или иного рабочего. Я не знаю. Если его увольняют, то профсоюзы находятся в стороне. Почему такие профсоюзы карманные сегодня, они выходят и говорят, вот давайте мы серые зарплаты там уберем. Согласен на этот вопрос сегодня, не касательно пенсионной реформы. Это касательно безусловно. Да нет, они как раз говорят, что уберем серые зарплаты, будет больше поступления налогов, не надо будет повышать пенсионный возраст. Вы понимаете, это просто люди, вернее структура, которая сегодня поддерживает внутренние состояния плохое, с моей точки зрения, мягко сказано, именно в обществе. Ну что они провели митинг? Ну провели этот митинг. У них не меньше наших сторонников пришло. Вы считаете, что для выпуска пары митинги профсоюзы проводят? Безусловно, вы правильно, я только хотел это сказать, вы меня уже опередили. Это выпуск пары и не более того. Они не отстояли ни одного, так сказать, сегодня направления. Выходили, профсоюзы организовывали. Помните, в начале 90-х годов, когда шахтеры вышли на митинги и стучали касками и так далее? Ну в начале 90-х годов вообще фотографии с митинга смотришь и удивляешься. Но ведь они, так сказать, потом издали это дело. Огромное количество людей. Это моя точка зрения. Они не докажут то, что это было не так. Хорошо, пусть профсоюзы для выпуска пара. У вас митинги проходят и будут проходить, насколько я понимаю. Мы будем стоять на своем и просим людей, чтобы они нас поддержали в этом вопросе. Потому что это будущее их детей, внуков и, как говорится, вообще будущее государства. С моей точки зрения. Вы говорите, что будут бессрочные забастовки, пикеты. Где они будут проходить? Мы будем вынуждены это сделать, Анечка. Где они будут проходить? Где определили место исполнительная власть согласно закону, который дурацкий закон сделали? Ну что же вы? Наоборот, должны способствовать изучать общественное мнение. Вот я был бы губернатором. Правда, я избрался, но не я губернатор сегодня. Это уже прямой эфир, говорю. Это мое мнение. И знаю, и могу доказать это дело. Если кто-то где-то куда-то, так сказать, подаст. Дело в том, что я бы наоборот. Я бы выходил к народу и объяснял. Я бы доказывал то, что сегодня надо, так сказать, делать. И немедленно это делать всем миром, всей территорией. А у нас даже, если потом мы с вами говорили, перейдем к районам. Я там многое хочу сказать. О том, что у нас сегодня происходит в целом на территории Кировской области. Сергей Павлович, вот давайте. У нас не очень много остается времени. Все-таки с пенсионной вот этой темой мы такой итог небольшой подведем. Я, видите, тороплюсь, потому что у нас время ограничено. Время ограничено, да. Это правда. 34 тысячи подписей сейчас собрано. До какого момента вы будете их собирать? А мы и будем собирать до того момента, пока, так сказать, не разрешат нам референдум. Мы соберем, предъявим. Это самое конституционные суды и так далее. Подождите, второе чтение законопроекта в Госдуме будет, если мне память не изменяет, 24 сентября. Вы референдум планируете провести до 24 сентября или после? А мы не уложимся в сроки до 24 сентября. А после 24-го будет поздно, Сергей Павлович? Нет, никогда не бывает поздно. Знаете, есть у нас старое русское выражение «закон как дышло». Но его же примут уже. Ну и что примут? Ну, наверное. Не знаю, в каком виде. Я с вами согласен. Я убежден, потому что эти кнопкодавы от «Единой России», они в основном, так сказать, богатые. И их не интересует сегодня. Та челядь, извиняюсь за такое выражение, перед своими радиослушателями, которые, по сути дела, на своей собственной шкуре, извиняюсь за выражение, испытают вот это лихолетие, которое, так сказать, готовит сегодня власть имущий. Значит, до 24-го сентября провести референдум, вы, говорите, скорее всего, не успеете. Будете проводить после, уже после принятия законопроекта. Перспективы этого референдума, если ЦИК все-таки разрешит его, какие? Ну, то есть, вот я предполагаю, что если по опросам... А перспективы 100%, я убежден, 100% проголосуют против данного законопроекта. 100% населения. И что будет делать власть? А кто? Власть. Власть. И что будет делать власть? А что будет делать власть? Власть, естественно, будет снова насиловать население через свою структуру, так сказать, управления. Но уже сегодня вот этим законом власть подорвала свое, так сказать, лицо. Власть уже, по сути дела, она, народ, как говорится, относится к ней очень нарицательно. И это они должны понимать, и это они знают. Хорошо. Ваш прогноз на следующие выборы. У нас же все равно будут выборы и в Государственную Думу, и выборы, в том числе, руководители государства. Выборы у нас без выборов, Анечка, дорогая. Выборы в законодательные собрания будут когда-то общие, да? Они будут общие, да. Вы говорите, власть подорвала свой авторитет. Вы прогнозируете, что менее высокий будет процент на следующих выборах? Нет, если будут выборы честными. За Единой России. Если выборы будут, так сказать, без участия и насильства со стороны, это мое мнение, со стороны власти... Без административного ресурса. Без административного ресурса. То никогда Единая Россия не прошла и не пройдет. А если будут точно в таком же формате, и 30% населения придет к избирательным участкам, а 70% не голосует. То есть власть должна задуматься, что сегодня население против вот этой власти. А вот, кстати, интересный вопрос. Принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста увеличит число желающих приходить на участки для голосования или нет? По идее, должно увеличить. Все разумные люди должны понять, что если они не ходят, то за них голосуют. А если избирает власть, какую власть, за какую вы проголосовали, та и власть сегодня руководит. А если вы не голосовали, ну вы все равно будете, так сказать, подчиняться этой власти. Что ж вы тогда спрашиваете? Спросите самого себе. Почему же все так происходит? Да потому что происходит потому, что люди стали инфантильны, не верят сегодняшней власти. Я уже сказал, 70 процентов, но это мирный переход, так сказать, сегодня власти от одной партии к другой. Как это делается во всех, как они всегда у нас, все правители говорят и обращают внимание на социализованные страны. Но ведь у нас перехода уже на протяжении 25 лет нет, правильно? Одна партия засела, которая, по сути дела, сегодня вышла из Комсомола, из КПСС и так далее. И навязывают, всему народу навязали совершенно другой, я бы так сказал, общественно-политический формат на территории Российской Федерации. Из социалистического сразу перекинули в капиталистическое, такого не может быть. Оно произошло. Сергей Павлиныч, должны сделать ему паузу рекламную сейчас. Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области и первый секретарь Кировского обкома КПРФ в нашей студии. Продолжим через две минуты. Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области, первый секретарь Кировского обкома КПРФ в нашей студии. Мы продолжаем. Мы, собственно говоря, с Сергеем Павлинычем в перерыве сошлись на том, что митинги – да, выборы – да, обязательно активность гражданская любая, да, и власть должна правильно реагировать на все эти мероприятия. Мы не хочем на территории Российской Федерации никакого Майдана, ничего мы не хочем этой крови, мы единственным мирным путем надо это все делать, и власть должна повернуться не задницей, а лицом к народу. Какое-то. Да, слово «задница» – это, конечно, было крепко сказано. Хорошо. Ну, раз мы про выборы заговорили, давайте вот буквально пару слов про грядущие выборы в Законодательное собрание и Городскую думу. Мы в довольно сложном положении, потому что агитационный период не начался, и мы не можем призывать голосовать за кандидатов. Я все с вами согласен, закон мы не будем нарушать. Мы не можем критиковать, либо хвалить кого-либо, да. Но я бы хотела применительно к выборам в Городскую думу и Законодательное собрание спросить вас вот о чем. Два места там и там выбирать будем людей до выбора, это пройдет 9 сентября, но кандидатов достаточно много. Законодательное собрание, вот я смотрю, зарегистрировано 11, судя по данным сайта избиркома, область избиркома, а в Городскую думу выдвинуто было, по-моему, 13 человек, и пока половина из них зарегистрирована. Ну, стоят там галочки специальные на сайте, да, избиркома. Вот вам как кажется, такое количество людей на два места – это большой конкурс или небольшой? Это хороший конкурс. Это хороший конкурс, но сегодня будет все равно, так сказать, два депутата как в Законодательное собрание, так и два депутата в Городскую думу. Но ведь люди идут и думают, что они что-то будут решать, но, к сожалению, сегодня многое – это иллюзия. Давайте еще раз вернемся к пенсионной реформе, тогда, когда Законодательное собрание согласовывало данный законопроект Государственной думы, отзыв свой давало, не спрашивали население и не согласовывали со своими избирателями. Вот таких депутатов не надо избирать. Наша партия выдвинула, так сказать, кандидатов в Городскую думу и в Законодательное собрание. Поэтому мы будем бороться за мандат. Это не агитация сейчас, да, не только КПРФ выдвинуло, много кто выдвинуло. Я считаю, что это сегодня люди определятся, люди видят, кто-то, сказать, работает. Фракцию надо оценивать по делам. Безусловно. Там фракция или политическое объединение. Они не статистов туда избирать, и кнопкодавов, с моей точки зрения. А надо избирать людей, те, которые действительно за народ, те, которые в рамках своих полномочий могут порешать тот или иной вопрос для населения Кировской области, а не просто, это самое, так сказать, быть фотомоделью, сидеть в кресле депутата и нажимать кнопку. И не более того. А сегодня происходит все наоборот. Я имею это самое в виду. Большинство, то, которое в Законодательном собрании в Гордуме находится, это партия «Единая Россия». Сергей Павлинович, я вот с вами, знаете, в каком вопросе согласна. Я соглашусь, что конкуренция – это хорошо. Чем больше разных сил представлено, пусть у них у каждого небольшое количество кресел, тем лучше для нас избирателей, потому что людям приходится консолидироваться, людям приходится договариваться, людям приходится идти на какие-то уступки. Я полностью с вами согласен. И что-то еще делать. Хорошо, все на выборы, от кого зависит 9 сентября, кто будет голосовать, идите, пожалуйста, и голосуйте. Я приглашаю всех, чтобы люди активно проявили. Хорошо, к ситуации в районах. Переходим в районах области, оттолкнемся от вопроса на нашем сайте хакирова.ру. Слушатель Андрей спрашивает вас. Сергей Павлинович, как вы прокомментируете политическое насилие со стороны Владимира Быкова в отношении главы советского района Галкина? Говорят, что местные олигархи панически боятся того, что КПРФ может начать конструктивный диалог с правительством Кировской области. Это, на самом деле, для меня какая-то темная история. А словосочетание «политическое насилие», честно говоря, меня немножко даже настораживает. Ну, вы про советский район знаете, это вам не чужой район. Человек, который, так сказать, задавал вопросы, это его право говорить той терминологией, которую он, так сказать, выразился. Это правда. С учетом того, что, в принципе, конструктивный диалог мы пытаемся выстроить с правительством Кировской области именно по отношению районов Кировской области, но и не только районов города. У нас есть сегодня понимание в этом вопросе с тем заместителем губернатора, который отвечает за эти вопросы, Андреем Геннадьевичем Плитко. Поэтому, как говорится, тот эксперимент, который не эксперимент, его нельзя назвать экспериментом, тогда, когда назначили беспартийного Сергея Аркадьевича, но, к сожалению, действительно, да, я полностью с этой, так сказать... Его назначили главой района. Его назначили главой района, но он беспартийный. А почему говорят изнасиловал? Значит, Владимир Васильевич Быков, он у нас отвечает за, вернее, возглавляет партию власти, Единую Россию. Вот он уже буквально через неделю, не прошла после его назначения, человеку было предложено вступить в Единую Россию. Какой может быть конструктивизм в решении тех или иных вопросов? И какие могут быть сегодня взаимоотношения, когда вроде бы договаривались об одном, что пусть он будет беспартийный, чтобы мы то же самое по тем проблемам, которые есть сегодня в районе, подставили плечо, а на самом деле все происходит... Так, Сергей Павлович, давайте так... То есть человек уже вступил в Единую Россию? Безусловно. Или ему еще только предложили? Нет, он написал заявление, это самое вступление в Единую Россию. Но там, как у них, по ихнему уставу, если человек написал в сторонники, то это буквально через полгода, как максимум, вернее. А вы с ним разговаривали? Он, может быть, искренне хотел в Единую Россию? Я не хотел в Единую Россию. Мы же не знаем. Он, может, вас обманул начально. Ну, если он обманул, это его проблемы. Я не могу тут дискутировать, но я вас просил. Не хотел в Единую Россию. Не хотел. Ну, сказано, значит, он же, по сути дела, назначенный. Если тебе сказало правительство, значит, ты это самое исполняй. Но есть 131 закон, я объяснял. Подождите, у нас, по-моему, вступление в партию не является обязательным условием для приема на работу. У нас нигде в трудовом кодексе не записано это. Я с вами согласен, но это определяющий фактор, который сегодня, вы это прекрасно знаете, Анечка. Это определяющий фактор для приема на работу и так далее. Я, слава богу, не знаю. У нас такого нет. Ну, у вас такого нет, потому что у вас совершенно другая структура. У вас не правительство Российской, то есть, вернее, Кировской области, правильно, и не муниципальный орган власти. То есть, вы не власть. Подождите, что во всех районах такое происходит? Вы самостоятельные, понимаете? Во всех районах людей заставляют вступать в Единую Россию. Во всех районах ни одного нет коммуниста. Ни одного нет. Если бы было, так сказать, разнообразие, было бы взаимопонимание. А почему бы и нет? Вам надо было главу Советского района сразу же тепленького хватать, вот как только его назначили, и сразу же в КПРФ. Ну, почему? Я договорный, так сказать, отношения всегда соблюдаю. Вы договорились, что беспартийный. Беспартийный. Если они не хотят сегодня, у нас кадры есть. И кадры хорошие, замечательные, которые будут работать не на свой карман, а на Кировскую область, на Советский тот же район, на тот же Арбашский район, на тот же Котельнический район и так далее. Все можно районы перечислить. 39 районов, которые есть в Кировской области. То есть я имею в виду сельских. А сегодня, по сути дела, ведь власти в районах, она просто-напросто, ну, как сказать, она испытывает большую импотенцию, я бы так сказал, по отношению решения тех или иных вопросов. Подождите, можно я задам вопрос? Вот я правильно понимаю, что если глава района, неважно там, или руководитель муниципалитета, является членом Единой России, он все свои решения, которые принимает, обязан согласовывать с головным аппаратом, так скажем, да, то есть с согласной властью, он подчиняется. Если мы вспоминаем историю с голосованием в законодательном собрании, в Государственной Думе, да, где Наталье Поклонской стали пенять за то, что она пошла против решения фракционного, да, и Железняка выгнали, фактически, да, Единой России. То есть человек, глава района, который является членом Единой России, он в каких-то вопросах не самостоятельен. Безусловно. Поэтому это плохо. Он проводит ту политику, которую диктует та или иная партия, но мы-то предлагали и предлагаем сегодня исполнительной власти, не надо диктовать, надо сегодня работать на консолидацию общества, на созидание, так сказать, на территории Кировской области. Но, к сожалению, этого не слышат, они боятся, как черт ладана коммунистов. А почему боятся? Потому что ответственность понесет наша партия за те кадры, которые будет предлагать. Но они хотят. Вот мы взяли эту власть, у нас мы правящие партии, и других партий не должно быть сегодня в управлении Кировской областью. Может быть, люди просто не умеют договариваться и не хотят? Это не должно быть договорных отношений. Тут конкурент. Тут конкурент. С ними со всеми надо на какие-то уступки идти и прочее. А партийная дисциплина все же просто сказал, сделал. Анечка, ведь сегодня надо с людьми работать. Согласна. А вы говорите, политический спектр сегодня, политическая жизнь, она никуда. Ее не искоренить. Люди многие говорят, мы не в политике. Да это чушь полная. Сегодня политика занимается ими, если они не занимаются политикой. У нас общество сегодня, так сказать, имеет определенные ветви власти и определенные политические структуры. Хорошо. И политэкономию никто никогда не отменит в том или ином государстве. Понимаете? Хорошо. Сергей Павлиныч, вот давайте так. У нас буквально... Это политэкономия, я уже сказал, это целая наука. 30 секунд. Вы призываете Единую Россию и власти, исполнительную и законодательную, в том числе, идти на диалог. Я правильно понимаю? Я им предлагал и сейчас предлагаю. Публично это говорю. Идти на диалог, понимать. Если есть профессионал, почему его не ставить на той или иной ответственный пост, который, в общем-то, так сказать, он может делать только благо для жителей Кировской области. В конце концов, да. Невзирая на партийную принадлежность. Дайте попробовать людям. Сергей Мамаев, депутат Законодательного собрания Кировской области. Но я надеюсь, что все-таки эта история может быть не закончена, может быть еще как-то изменится. Ну, мы тоже хочется надеяться, но верится с трудом. Пока вы говорите, что он еще пока кандидат. Да, я думаю, что, как говорится, может и у него характера хватит и харизмы для того, чтобы быть действительно человеком, который работает на население Советского района. Да, а не на партию какую-то. Сергей Мамаев, депутат Законодательного собрания, руководитель фракции КПРФ в нашем областном парламенте и первый секретарь Кировского обкома КПРФ. Был в программе «Особое мнение». Мы со слушателями прощаемся. Анна Лапшина. Говорю до свидания. Сергей Павлинович, спасибо. Я тоже говорю до свидания. Всего самого доброго. Берегите себя, не болейте. И хорошего дня. Прощаемся. «Особое мнение» на 101FM